Всем привет! Сидите, как они у нас? Купили! Скоро будет распаковка! Канаде, раз скажи. А шо у нас там? А шо у нас? А догадайтесь! Подарки! Вот так, перетаскиваем домой. Хорошо, что, кстати, это в пакетиках. Красота, лепота. Вовка молодец, сразу три штуки втащит. Какой-то прет. Резина, резина. Кому резину? Кому резину? Резина. Отпошить резину. Даже можно вот здесь. Я сейчас ее прям побросываю, и я выставлю. Вот и все. Прямо здесь поставим в пакетиках, аккуратненько. И все. Сейчас ее отфотаю и выставлю. Вот. Ну, ребята сказали, в принципе, на сезон еще хватит. Вот. Но, конечно, мы молодцы, что поменяли. Поставили хорошее. Вот. Жалко не помыли. Ну, ладно. Обещали скидку в следующий раз 10%. Я говорю, ну, я надеюсь, мы к вам будем пореже ездить. Дабы, понимаешь ли это, чтобы было поменьше трат и прочее. В общем, вот, все, резина наша готова. Сидим, короче, с Вовкой это обсуждаем этот, что будем менять, что не менять. Вот связалась, короче, с Володей. Вот. Он подсказал, что, в принципе, как-то нет упоминания, когда в последний раз меняли масло в тормозной коробке. Вот. И, как он сказал, что, в принципе, она хорошо работает. То есть, там не пинает, ничего там. Вот. Но, как говорится, если для успокоения души, как бы, можно поменять. Но, как-то, мне кажется, для успокоения души 13 тысяч за раз как-то дорого. Моя душа не настолько беспокойна. Вот. Ну, конечно, да. Чтобы, вот, знаете, вот, когда всегда... Вот почему я не очень люблю вещи БУ покупать? Потому что, когда ты вот покупаешь вещи, да, и даже вот внешне ты смотришь, вот она вещь хорошая. А потом начинаешь в процессе эксплуатации. Ты начинаешь понимать, здесь вот этого не хватает, того не хватает, третьего не хватает. И я не хочу сказать, что это как-то в мешке. То есть, в принципе, можно и так дальше ездить, да. То есть, ребята сказали, что, в принципе, нормальная коробка передач. Мы сейчас, кстати, на новых шинах ехали. Вообще прям сказка. Мне очень понравились хорошие такие шины. Но, опять же, ты не знаешь, производилась эта замена. По регламенту, как нам сказали, каждые 60 тысяч. Вот, в итоге говорит, что пока нам, типа, не надо. То есть, коробка в хорошем вроде состоянии и так далее. Но, опять же, в сенсервисе нам сказали, что если вы не знаете, когда, то лучше поменять. И вот тут сидишь и думаешь, была замена, не была замена, хрен его поймешь. Что там еще он рекомендует поменять-то? Нам же прям целый список составили ТО. То есть, нам провели, ну, не ТО, а как там называется. Ну, короче, прям вот полностью ее прогнали по всем там параметрам. А вот сказали, что, типа, можно поменять там масло в двигателе, фильтры и так далее. Но мы их только поменяли. Мы их приехали и сразу поменяли. Вот. И получается так, что ты вот покупаешь вещь, да, вот какую-то, и ты думаешь, вот как она будет работать. Надо ли вот это менять, надо ли то менять. Не знаешь, когда это было поменять. Если вот она, грубо говоря, твоя изначально была, да, то есть ты знаешь, ты вот все в голове ты держишь. А тут приходится вот выяснять, надо, не надо. Вот. Как-то вот щупа там какого-то нету, да, чтобы вот посмотреть. Вот. А там, оказывается, прям по цвету какое-то красное, там какой-то бордовый и прям черное масло. Вот он нам показал. Вот такие вот есть. Вот. Мне понравилось то, что ребята не накручивают, то есть они не заставляют, не говорят, что вот вам надо, вот вам надо. А вот, но, как говорится, и рекомендуют. Вот. И мы вот сейчас вот стали изучать сервисные книжки. Там вот с машиной вот такая штучка шла. Как она? О, сервисная книжка. Вот. И получается так, что там вот не указано. Там только, по-моему, на 15 тысяч был пробег, а у нас уже получается 94 тысяч пробегов. Короче, этим решаем, надо, не надо. Проводим расследование. Так что вот. Я говорю, всегда предпочитала, знаете, вот у меня вот такое вот есть. Вот я всегда предпочитаю покупать вещи новые. Потому что это начинается новая история, новая энергетика. Ты знаешь, что, как, куда, зачем. Вот. Но, как говорится, это одно дело, когда ты там, не знаю, вот, маечку там или еще что-то там. Телефон тот же самый, да. А вот. Но когда ты покупаешь машину, как бы это, ну, не всегда бывает возможность купить именно новую, основья. А вот. И для начала, конечно, вот, нужно вот брать именно машины БУ. Ну, и, соответственно, тут уже сам понимаешь, что вот это, вот это, вот это. Но, в принципе, знаете, ко всему этому мы, в принципе, были готовы. То есть, это уже лично наше предпочтение. Там, знаете, вот я хочу. И все. Вот я хотела, например, там новые сидения кожаные, да. Вот я поставила. Я хотела вот это вот новое. И все. В принципе, резина-то, как нам сказали, Вовка сейчас, кстати, бегал, мерил спичкой. А вот, говорит, там более 4 миллиметров. То есть, осталось протектора, так прилично еще. Даже вот не 3. Он нам на скидку же, да, сказал. Просто там парень, короче, говорит, ну, на скидку. Он говорит, у меня сейчас нету там штанги на циркуле, или как там называется. Вот он просмотрел так ее там туда-сюда. Он говорит, на сезон точно хватит. И где-то примерно 4 миллиметра осталось. В смысле, он сказал 3, а Вовка померла 4. А вот. И... Порчуя. Вот. К тому, что, понимаете, можно было бы еще годик точно ездить там на старой резине. Диски нам вообще сказали, что чисто вот, так сказать, вам не надо их менять. Но у меня вот в друше сидит вот это, что как-то так, а вдруг вот как-то они не вот так выглядят. И если бы, знаете, я поставила новое и знала бы, что я их поставила, да, они заржавели, но я знала, что их, когда их поставила, мне было бы спокойнее, чем вот то, когда вот какие-то от кого-то, и вроде тебе вот не нравится, как они выглядят. Но тебе вроде сказали, что они хорошие. И, кстати, хорошо, что мы съездили. По крайней мере, нам сказали авторитетные люди, то есть, которые этим занимаются. Причем, знаете, вот у них прям вот, ну, конкретно они занимаются шинами и, соответственно, у них там частичный ремонт делают. Вот, и вот они сказали уже точно, и уже как-то поспокойнее стало, да. Вот, но опять же говорю, я такой человек, просто неугомонная, мне всегда нужно что-то новое. Вот, и так, мне кажется, как-то легче. Да, ну, к сожалению, в наше неспокойное время из-за того, что доллар, кстати, доллар сегодня уже больше 90 был, вот, очень цены, кстати, выросли. И цены выросли на машины 15-20 процентов, он сообщает, что, прикиньте, мы еще даже успели взять машину, вот так вот. А сейчас, если поменять, в принципе, масло в коробке передач, я думаю, нам вообще... То есть, нам, по сути, осталось только масло в коробке передач, да? И все? А что там еще он писал? По-мелкому. Жидкость ГУР. Жидкость ГУР? Это что такое? ГУР? Да. А сколько там стоит, вот? Там у тебя это расписано. Замена жидкости ГУР. Ну? 850 рублей. Ну фигня. Мне кажется, знаете, вот... Ну, сама жидкость, наверное, да? Ну, не знаю. Да, наверное, ничего. А, нет, подожди, жидкость ГУР. И тут, по-моему, как раз тормозная, нет? Нет. Нет. Ну, короче, антифриз, он тоже померил, говорят, что, в принципе, еще пока вам хватится антифриза. Ну, вот видишь, как вот... Чё? Выдал диагностика. Да, диагностика, да. Вот что вы... Сюрпризы. Состояние жидкости трансмиссии, СОС. Ну. СОС, это значит, что нужно менять. То есть, у них и так это помечено. Там галочки, галочки, галочки. Уровень жидкости ГУР, СОС. Угу. И приводные ремни на веснула оборудование. Приводные ремни на веснула? Чё это такое? Вот это вот я... Там снизу, вот, наряд, вот, как раз по ценам. Там где 13 тысяч, 503. Смотри, там, не тут, на другом листочке. Вот это. Ну, по чём-то? Тут фильтр воздушный уменен. Фильтр с колонной. Да, меняли. Вот, замена фильтра с колона. Всё применено. Да. Потом замена фильтра, это работа. Фильтра воздушного. Это не надо. Состоять что? Масло трансмиссионное. Это как раз вот это... 16 литров. 16 литров. Да, 850 рублей работы и 13 600. Не, 850... Он сказал, что они меняют масло бесплатно. Ну, я понял. То есть, они только за маслом. 16 литров. Ну, 16 литров. А Володя говорит, 4 литра залить. Это, которые в бочке. Да. Не, а Володя сказал, что литра 4 залить, и он будет достаточно. Он тебе предлагал, так можно не через аппарат, а немножко слить, а потом залить. Ну, ещё это, там сколько-то литров. Ну, и так вот. Ну, а через аппарат это, грубо говоря, полностью всё сливается? Он не сливает всё масло, но потом нужно будет это прогонять коробку. А чтобы этого не делать, как бы её на каждой скорости гнать, то есть её подсоединяет к аппарату, и аппарат сам на всех скоростях её прогоняет. И, соответственно, расход масла больше из-за этого происходит. Да, потому что мы по всем этим. Либо ты будешь это месяц сам делать. Ну, это на 60 тысяч, да, делается-то? Короче, мы не знаем. Да. Мы сегодня отдали, сколько получается, 17 плюс 1,5, 18, ну, почти 19 там, с копейками. Ещё 13 тысяч. Нет, это ещё не всё. А, что там ещё? Ещё антифриз не есть. Там, а, 3 тысячи, что ли? 3 тысячи, да. Но антифриз пока не требует. Не требуется, оставляем, окей. Тогда остаётся... Что там остаётся? Замена жидкости гор. 850. А замена приводного ремня, вспомогает там оборудование. О, Господи. А, что это за ремни? Фиг знает. Слушай, давай тогда в следующем месте, а? Ну, давай, пока поездит нормально. В следующем месте. Я думаю, в следующем месте, потому что, ну, так-то, блин, и так дохрена. В общем, короче. Вот. И, в принципе, говорю, понимаете, ездить-то можно. Она не толкается, не пинается. Но если вдруг она начнёт толкаться финанса, если вдруг коробка передач сдохнет, это, блин, замена больше, чем половина машины будет стоить. То есть, автоматическая коробка передач, она очень дорого будет стоить. Так что, вот, либо, как говорится, знаете, скупое платье дважды. Вовка, смотрите, сделала себе двойной эспрессо. Двойной эспрессо. Ну-ка. Вот, кстати, прикольно пахнет. Чёрненький такой. Почему, девочки, вот это двойной? Почему он двойной? Тут налито, да. Капля. Капля. А мне вот делал капучино. Двойной, это, я спрашиваю, это 90 миллилитров. 90 миллилитров? А, из динарной 45, что ли? Да. Ну, конечно, конечно. Ну, что, давай, делаю уже второй себе капучино нормальную и уже будем пить. Ой, да, сейчас плюшки дудим. Экономим, а то, видите, сколько на машину-то уходит, вообще капец. Вовка посчитала, сейчас, говорит, 15 тысяч нам еще надо. Говорю, Вова, Вова. Вова, Вова. Ну, зато, если мы сейчас поменяем уже масло в коробку передач, мы уже будем точно уверены, что у нас все заебись, да, Вова? На фигур, масло в коробку, в коробку, в коробку, и все, да. И тогда мы будем прям есть чуть ли как не на новой. Это, знаете, за разорит, перебрали всю машину. 60 тысяч не будет. Ну, после этого. Да. То есть на 150 снять еще раз. Да. Так вот. Тебе, да. В общем, вот. Ммм, куча кофе. Просто обалдеть. Кстати, да, знаешь, прям вот, я прям пробую. Вот он сделан на том же самом кофе, в котором делал эспрессо. А вот, че уже жестко? Ни-ку-ну-ку. Че прям жестко? И горячо. Горячо. Прямо чуть-чуть. Ой, фугурич. Да. Вот. И, кстати, знаешь, вот сейчас я тебе по поводу вкуса. Ты попробуй. Мне один раз, помнишь? Ты попробовал, теперь свой попробуй. Хорошо. Какой лучше? Конечно, мой. Нет, я просто к тому, что вот сейчас, кстати, я у тебя попробовала. Вкус один в один, как мне тогда сделали, знаешь где? В стакане, который вот прям рядом с магнитом. Помнишь, я тогда еще шла и говорю, что как будто вот молоко с сиропом. Вроде да, подсвечено, вот, но по сути как молоко с сиропом. Молодец, не поваляешь, не поешь, да? Да. Все. Возьми вон эту свою. Еще пролил. Хороший человек. Вот, и по сути, знаете, вот я говорю, мне кажется, иногда вот в этих кофейнях делают просто на втором. Вот это вот, экономят. И, соответственно, делают на втором кофе. Ну все, смотри, какой он у тебя получился. Экономить кофе. Да. Ты же не видишь, какой они засыпают, не засыпают. Ну тут, они могут не экономить, а чуть меньше, чем надо. Могут тупо забыть. Нет, могут меньше, чем надо это засыпать. Ну, теперь пробуй. Давай. Мешало? Да. А вот-вот. Другое дело. Попробуй. Да я же пробовала. Ну и как тебе нравится? Свет даже, видишь? Да вижу, вижу, вижу. Вот, вижу. Уже лучше. Уже это, что-то не звонили, не звонили по шинам. А тут что-то зашли, у меня там уже куча сообщений, типа люди уже звонят, интересуются. Точнее не звонят, пишут, пишут, интересуются. Поэтому уже приедут, посмотреть. О, у тебя и звонят, да? Вот таки да, я их вообще хотела выкинуть. Вот ты, не считай, во сколько они тебе встали? Ну, минус две тысячи еще. Сейчас чувак приедет. 15 тысяч. Пока собирались, у меня он поступил звонок, там уже, прям, говорит, буду забирать. Ну, вот, эти наши шины. Быстрее как получат. А, действительно, я что-то сначала их выставила, там, знаете, по тысяче, а потом что-то смотрела-смотрела, там некоторые все по тысяче, там все по тысяче, блин. А потом что-то, знаете, подумал, быстрее продать и все, чтобы они не валясь. Я вообще часто хотела их выкинуть. Вот, а тут вы видите, как, ну, хоть по 500 рублей, уйдють. Да, нет, кляжевский. Да. Не, ну, я сначала вот этого дождусь, а потом уже. Короче, как-то так, видите, вот наши шинки. Они аккуратненько в пакетах. Все, раз, 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 раз. И чтобы не валялись. В мешках. В мешках. В мешках. Да. Вот я сделала там хорошие фотографии. Там прямо по фотографии видно, что там про Твиттеру очень хорошие. Вот, и чувак, я так понимаю, сейчас приедет. Мужчин, пардон, чувак, ну, при люблю я такие словечки. А вот сейчас мужчина приедет. Говорит, я уже еду. Фантастики. Схоже. Я уже прям еду. Он сказал, я уже, я уже еду их покупать. Куда ехать? А кто-то там сидит, пишет. Там 2-3. Я не хотел вечер. А это хотел после 9. Тогда, если сейчас это за, он берет, пишет его что-то. Ну, да. Забрали. Ну, давай сначала дождемся. То есть, ну, если он едет... Он забудет написать. Если он это купит, то... Чтобы этот не катался вечером. Да, ну, как я ему сказала, притворительно за полчаса позвони. Чей. Вот еще. Может быть, конечно, продешевили. Потому что, ну, блин... Они в хорошем состоянии. Начала, блин. Начала. Потому что, когда сразу... Жаба тебя душит. Я вообще хотела... Жаба меня душит. Я вообще хотела... Да, уедала. Деньги, деньги, деньги. А-а-а. Деньги. Деньги, 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 денежки. Ну, как говорится, кому-то еще послужит. Чего? 500 рублей. Выстрее. Перекупы. Махмолы. Он сказал, перекупы какие-нибудь закупируют. Ну, я не знаю. Поль в кофе. Спереди заберут. Как мне сегодня парень сказал. Вы не представляете, выставляют даже, вот вообще, абсолютно лысые. Вот так вот. Так что... Ну, вот там выставили. Континентально улицы. 2000. Да? За балл. А кто-то покупает, что ли, за 2000? Ну, видимо, да. Ну, а-а-а, ну все, уже кончено. И все. Все, удачи. Спасибо вам. Спасибо вам для себя. Все продано. Дали его. Все, удаляй. Давай, удаляй. Пошли, пошли, пошли. Шарики летают у нас. Посмотрите, сколько. Три штуки прямо над нами. Вон они. Одно сердечко. Красота. Сидим и обсуждаем. Идем, короче, обсуждаем. Я говорю, я ее слепила из того, что было. А потом, что было, то я полюбила. Они дают от всяких там трещин, проколов, прочих. Значит, это копейский. Иначе не было. Я хочу, получается, их вообще что нельзя пробить. А если к нам кто-нибудь подойдет, то тут пронес. Это тоже, как и в гарантийный случай. О, вот видите. Там где-то прернута. Стать, говорится. Не, реально мы, я говорю, а на следующий год, может быть, я все-таки хочу поменять лобовуху. Вот. И, знаете, уже так это подделать. Так, раз-раз-раз получается как-то новую машинку, как будто собрали. Не, но я прямо довольна, что вот раз одним днем. Да, может быть, немножко где-то продешевели, но зато они не стоят, не валяются, не, так сказать, не мешаются. Я вообще одно дело хотела просто выкинуть. Много ниже. Ну, обычно. Скажем так, два раза ниже. А ты куда-то заматываешься? А что там забыл? Надо мне это зачем? Мне на второй этаж. И последняя информация. Оказывается, вот эти шины, которые мы сегодня продали, поменяли, они, оказывается, еще родные завода. 14-го года, то есть им так же, как в машине, 9 лет. Представляете, за 9 лет они еще в таком хорошем состоянии, еще 4 млета протектор остался. А вот, и они еще кому-то послужат. Вот, ну, действительно, очень аккуратный был водитель, который до нас ездил. Там девушка ездила. 2, но там в 16-м году, как сам посмотрел, купил вот эта девушка, ездила вплоть до нас. Вот. А теперь мы ездим еще более аккуратно и водителям. 2 года кто-то ездил. И, как, кстати, Володя сказал, что сейчас, знаете, вот даже вот если вот нашу машину продать, кстати, она стала уже дороже, примерно на 1150-200, потому что в той комплектации, которая у нас, а у нас максимальная комплектация, она уже стоит дороже. Вот, потому что тоже люди сейчас ищут подобную машину, тоже за миллион, но, к сожалению, таких машин уже не осталось. Вот. И, соответственно, даже если ее продавать, а вопрос, что покупать взамен. То есть на миллион сейчас уже практически ничего хорошего не купишь. А те машины, которые сейчас продаются, мне писали, ой, до таких полно, на Вито, там за 600 тысяч. Женовито. Поверьте, если они продаются так дешево, значит, либо там плохая комплектация, либо там какие-то скоротые дефекты, либо такси, либо все сразу. Так что так? Да. Ладно, мы идем гулять. А вот, вы покровку видели уже 1155 раз. В 1156 раз я вам показываю, не буду. Мы пойдем просто прогуляемся. Вечером обязательно поужинаем с вами. Ну и всем всего хорошего. Знаете, что, если проблема, можно решить с помощью денег, это не проблема, а всего лишь тратом. Все, увидите, следующий. Пока-пока.